Итак, началось все достаточно давно. Следующий слайд. Примерно 130 тысяч лет назад. Вот до этого в Африке и в Европе существовал один стиль. Один такой перспективный вид человека, на самом деле их было много видов, но вот это оказалось самым перспективным. Его назвали homo gendelbergensis или гейдельбергский человек, потому что впервые его останки нашли и обнаружили в Германии, в городе Гейдельберг. Так принято называть один световый вид, в привязках местности, где первая находка была обнаружена. Гейдельбергский человек обитал на востоке Африки, и оттуда он расселился по Европе, по Южной Европе, по Беременной Азии. Ну не только по Южной, в Германии он тоже попал. И примерно 130 тысяч лет назад постепенно он преобразовался в два других вида. В Африке возникли наши непосредственные предки, такие прессапиенсы. А вот в Европе популяция европейских гейдельбергензисов достаточно плавненько, как перетекла в новый вид, насформировалась. Этот вид называется неандертальцем. Следующий слайд можно, да. Ну вот, во-первых, гейдельбергский у человека череп, он чем отличается? Видите, лба вне плоской черепа, точнее широкий, мощные надбровные дуги. Хотя вот уже черепная коробка по объему уже близка к нижней норме человека. Она уже до 1200 кубических сантиметров в объеме может. Ну, можно, следующий слайд. И вот, еще в начале, ну не в начале, в 20-х годах 19-го века в Германии, начали, сначала в Германии, вот, вместе с неандертальцем. Потом и в других местах начали обнаруживать странные черепа. Вроде бы человеческие, а вроде бы не очень. Ну, чем они отличались? Смотрите. Лба по-прежнему практически нет. Мощные надбровные дуги. Череп такой вот сблюстнутый сверху. Зато очень широкий, мордатый. Подбородочный выступ по выступающему такому нет, как у сапиенсов у нас. Зато выступают вперед такие мощные челюсти. Вот здесь не видно, а вот эта вот скуловая кость, она была очень такая длинная. Потому что в просвете, под ней, проходила очень мощная жевательная мускулатура. Шея была такая тоже очень. Мощная, об этом говорит нам вот специфичный опрос, в котором скрепятся вот шейные мышцы. Сначала были такие сомнения, что это за люди такие странные. Ну, когда Дарвин опубликовал свой труд, ученые начали сосказывать мысли, что это, наверное, вот тот самый предок человека, который чуть больше похож на обезьяну, чем мы. Ну, а тут же нашли все понятны. Сказали, да нет. Скорее всего, это нормальный человек. Ну, не совсем нормальный. То есть, современный человек, но просто он болел. Вот одним из таких, кто продвигал идею того, что это просто больной человек, был очень широкий слайд. Рудольф Ирхов, очень известный, очень знаменитый германский ученый. Он большой вклад в науку сделал, но он не верил в неандертальца. Позже он не верил в петекантропа. Петекантроп он назвал гигантским гиббоном. А в черепах неандертальца он нашел целую массу заболеваний, в том числе рахит и целый комплекс других. И была еще такая вот даже мысль, правда, не верил в ее, вытянула, но такая расхожая публика, что неандерталь, тот череп, который нашли в пещере в дайне неандерталь, он принадлежит казаку, который попал в Европу вот вместе с русским войском во время Наполеонской войны, но отбился от армии и умер в пещере. Вот примерно такой. Естественно, гипотеза о казачьем происходящем неандертальца, она не подтвердилась после того, как обнаружили, что черепов вот таких, их на самом деле по всей Европе очень много. А дело-то в чем? Дело в том, что вот те самые предки, неандертальцы, гиббинбергенбисы, 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 они первые стали хоронить своих покойников. Вот чем сейчас располагает палеонтология? Доги гиббинбергенбисы. А когда трупы животных или людей бросаются просто на поверхности почвы, у них очень мало шансов сохраниться, потому что их тут же растащат, падающие, разгрызут, и мало что от них останется. Какие скелеты мы имеем? Ну, во-первых, кто-то там из них утонул, вот в озере Туркана, например, и вот, пожалуйста, в донах отложениях озера нашли скелет. Кто-то залез в пещеру, его засыпало. Кого-то хищник куда-то утащил и припрятал, причем не целое тело, а вот то, что от него осталось, то, что не доел. Вот это все находят, вот это на основании этого описываются какие-то виды. А вот гиббинбергенбисы и с неандертальцами уже немножко получше. Они своих покойников хоронили. И это позволяло многим скелетам сохраниться. Тем более, что обитали они в Европе, а в Европе уже давно все перерыто. Там то канаву роют, то дорогу, то грани строят, роют, натыкаются на... Но какие-то останки тут же вызывают, там если не такие древние, то полицию, если древние, то палеонтологов. И поэтому скелетов неандертальцев и гиббинбергских людей найдено очень много. Потом оказалось, что неандертальцы обитают не только в Европе, причем в Европе они удалось их забрать, и даже вот в Англии. На британских островах найдены гости неандертальцев бесспорные. Ну, связывает это с тем, что пролив Пат-Эк-Але, он не всегда был проливом, иногда был какой-то решение, по которому можно было туда пробраться. На восток он заходит в Азию, и вот до недавнего времени самая восточная находка была в Средней Азии, в пещере Тешик-Таш, а сейчас нашли уже дальше в России на Алтае. На Алтае есть пещеры, в которых находят немдертальский скелет. Такой обширный достаточно ареал. Ну, давайте начиславим. Вот так они примерно выглядели. Ну, конечно, здесь он изображен таким вот добреньким старичком, таким уже очень пожилым человеком, которому лет 40 уже. Да, такого возраста мало кто доживал в то время. Вот. Но, должен сказать, что неандертальцы отличались уже вот чем. Они за своими стариками и больными со всей вероятностью ухаживали. Потому что в Ираке такая первая находка неандертальцев была в пещере Шенедак, это Иракский Куркестан, там, на севере страны. И там обнаружено несколько скелетов. Один из них принадлежит старику лет 45. Мало того, что он дожил до старости, он еще и был калекой. У него не было руки. То есть, так вот, плечо-то половина есть, а дальше нет. Но оно зажило. То есть, это вот непосмертная какая-то потерялась рука. А вот именно он жил с этой сосудкой руки. У него не было глаза, как достаточно сильно повреждена глазница, и она тоже зажила. И у него были далеко не все зубы. То есть, за таким человеком, в первобытном обществе, он сам по себе выжить не мог. Он не мог охотиться, добывать пищу, он даже толком разжевывать не мог. Но, он все равно жил, за ним, значит, ухаживает. Так что, вот, были такие интересные люди. Давайте с вами числа. От человека современного типа, у цапиенца, они отличались не только строением черепа, не только своей повышенной мордатостью, но и некоторыми другими вот пропорциями тела, скажем так. Во-первых, они были достаточно низкие. Средний рост мужчины 160 сантиметров. Зато, они были очень плечистые, очень коренастые, широкие такие, с такой бочкообразной грудной клеткой и очень толстыми костями. Вот любую кость, если сравнивать, она у цапиенца будет тоньше, а у неандертальца толще, мощнее. Вот те крепни, к которым прикрепляются мышцы, очень четко выражены, поэтому можно судить, что мускулатура у них была развита очень хорошо. Вот здесь мы видим, что неандертальцы запрошен глыжом, а красавец-то мальонец и такой напедренный какие-то поверочки. На самом деле, скорее всего, все было наоборот, потому что неандертальцы первые осваивали Европу, то есть регион с достаточно холодным климатом. Тем более, что в то время, особенно вот в середине обитания неандертальцев, климат в Европе был достаточно суровый. Не то, чтобы там были где-то льды, но средняя полоса и средняя полоса, суровые зимы и все такое. То есть, скорее всего, первые одежды стали использовать, избрели одежду неандертальцев. А сапиенсы обитали в Африке все это время. Они только к концу неандертальского существования приперлись в Европу, и скорее всего перевели неандертальцев кое-что, в том числе наверняка и одежда. Когда появилась одежда, можно судить, вот прямых указаний нет, потому что она же не сохраняется, дохода к одежде практически нет этих древних. Но по генетическим данным мы можем сделать один вывод. Все дело в том, что все наверное знаете, что есть такие маленькие букашки, называются они пши. Они живут в их несколько элигов, они живут в волосах, в разных, на разных частях тела, приобретении как плотиную вошь. Скорее всего, пшами мы заразили семена от них. Ну, давайте следующий слайд. мускулатура такая крепкая была им очень сильно нужна, потому что охотились неандертальцы практически исключительно на очень крупную дичь. мамонты, шерстые носороги, пещерные льбы, пещерные медведи. Вот неандертальцы занимали экологическую нишу крупных хищников. они не разменивались на мелочи, то есть если сапиенсы потом пришли в Европу, они были всеядными, они могли если удача сапу было и крупного кого-то поймать, заварить, но чаще всего питались и зайчиками, и птичками, и сусликами, и растительной пищей очень занимала такой хороший доля рациона. А вот неандертальцы были исключительными мясоедами, охотились только на крупную дичь. И естественно, вот как таскать ту шумам? Разделить ее на куски и тащить до своей стоянки несколько километров. Для этого нужна была очень хорошая крепкая мускулатура. Ну вот например такая. И вот такие вот сильные, хорошо приспособленные к условиям сурового климата Европы люди жили в Европе в тот момент, когда туда пришли совершенно приспособленные какие-то худые, тощие, не очень такие сильные наши предки сапиенсы. И через некоторое время неандертальцев там не стало. А сапиенсы расплодились и заняли все доступные места обитания. Почему так произошло? Ну собственно много гипотез. Одна из самых популярных, которая обычно людям нравится, это то, что наши предки и всех неандертальцев просто съели. Канимализм тогда был очень сильно развит, это доказано. как-то не очень доказано, что сапиенсы ели неандертальцев, зато неандертальцы друг поедали запросто. Очень много костей неандертальцев в пещерах сложены со следами каменных оружий, то есть они их разделывали, надрезали, сухожили, то есть сделали то же самое, что делает любая хозяйка с куском мясом, отделяет его от костей и отдалит. Вот это неандертальская женщина, красивая, плечистая, да, у неандертальцев все были плечистые и очень массивные, и мужчины, и женщины, и подростки, и дети, такие крикуши. Нечто подобное наблюдается у некоторых северных народов, и это считается адаптацией к суровому холодному климату. Чучи, там, некоторые еще народы, они тоже невысокие, коренастые, плечистые, и такая грудь более-менее бочкообразная. Но у наших культапиенсов все-таки эти признаки не заходят так далеко, как у неандертальцев. Латомиты были как раз очень приспособлены. что их губило? Возможно, то, что их никогда не было много. Я уже сказал, что они занимали экологическую нишу крупных хищников, а крупных хищников много быть не может, потому иначе они очень быстро всю крупную добычу изведут и просто перемрут от голов. Поэтому их всегда было мало. Можно назад. А сапиенсы могли плодиться как угодно. Сапиенсы были всеядные. Ну и сейчас всеядные, пожалуйста, все, что угодно уже есть. Поэтому мы могли сдать просто числом. еще один вопрос. Вот как раз следующий слайд. А насколько похожи неандертальцы на нас? Вот есть такое мнение, что если неандертальца постричь, побрить и обребить современный костюм, то на улице или где-то в баре вы на него особо внимания не обратите на человека, человек малый и какие у вас люди наплывают. Ну да, на одного наверное не обратите внимания. Но если таких неандертальцев пустить по улице вот целую семейку, то я вам вас уверяю, вы обратите на них внимание, вы еще подумайте, что блин, ну и семейка, да, как на подбор. Если таких неандертальцев пустить по улицу целую толпу, там человек двадцать, то возникнет недоумение, откуда они хотят в таком количестве направиться, ничего, все братья, что ли. с таким вот бататом убом, с такими паралями мощными, челюсти выступали, подбородка нет, хренат такие вот все, достаточно грубые, лицо широкое, но тоже был достаточно массивный, ну в общем красавка красивая. кстати говоря, к вопросу вымерли неандертальцы, но возможно они вымерли, но не в полной мере, потому что не африканское век человечества несет некоторую привязь неандертальских генов, это означает, что хотя бы раз, а вот сейчас говорят ученые, что не один раз, а даже раза три, наши предки сапиенсы с неандертальцев скрещивались, но скорее всего это было не массовое явление, потому что да, но они такие странные могут, еще и к тому же как говорят они были рыжие, что для сапиенсов в то время было не характерно. Скорее всего скрещивание носили эпидемиологический характер, но все-таки часть генов к нам перешло. У некоторых народов до четырех генов являются неандертальскими. Что это значит? То, что они не вымерли совсем. Мы являемся их потомками. Ну, хотя бы отчасти. Вот это, кстати, реконструкция. Есть такой сайт, вот он здесь приведен и приведен кинеском. Это два брата, как художника, которые занимаются реконструкциями. Они берут древние черепа, древние скелеты и реконструируют их внешний облик. Вот получается вот так забавно. Они подходят к творческой очереди, и у них всегда получаются эти очень живые, такие забавные лица. вот если наши реконструкторы, они наоборот стараются избежать эмоциональности лица, они соприкотачиваются на как сказать, на достоверности. То братья этим себя не ограничивают, у них все реконструкции очень такие эмоциональные, если живые и смотрят. Следующая история. Ну, что касается неандертальской культуры, то должен сказать, что она, конечно же, уступала культуре наших сапиенсов, наших непосредственных предков, уступала она, ну, вот видите, вот каменные орудия, они такие вот, немножко как бы, ну, грубовато. Не впечатляют у каких-то обломки камня, хотя вот рубила у них были, что надо, мясо они разделывали ими очень хорошо, были у них скребки, вот, поначалу непонятного назначения, а потом, когда такие скребки нашим кожевенникам показали современную, страдали елки, мы таким до сих пор очищаем жир со шкур, в общем, разделали шкуры, разделывали шкуры мясо, но дельцы имели гораздо лучше сапиенс. сапиенсы они что-то переняли у сапиенсов в тот период небольшой, когда они могли соприкасаться в Европе и на Ближнем Востоке, а возможно, скорее всего, это сапиенсы переняли многое у неандертальцев, потому что когда в Европу пришли сапиенсы, они были чужаками, они незнакомый климат, незнакомая природа, а неандертальцы жили здесь уже десятки тысяч лет, естественно, они приспособились, у них было все для проживания в этом климате, в этой местности, поэтому сапиенсам, скорее всего, было вполне логично что-то перенять у неандертальцев, что переняли у неандертальцев? Ну, одежду, наверное, переняли, что еще возможно переняли медицину, потому что достоверно известно, что неандертальцы пользовались лекарственными растениями до того, как это было принято у сапиенсов. То есть у сапиенсов в то время еще не было, достоверных сведений нет об использовании сапиенсов на каких-то графах. А вот неандертальцы использовали вовсю, причем такие травы, которые просто так жевать не будешь, они горькие, роман, потому что костеристник очень горький. неандертальцы А в той же пещере Шанедад, откуда вот этот одноглазый однорукий неандерталец, там обнаружили захоронения. Вот захоронения. Это реконструкция, естественно, где неандерталец лежал засыпанный травами. там обнаружили шесть видов трав, не сами травы, а полицу в большом количестве. Полица сохраняется лучше сами травы. Доказалось, что все травы собственно лекарственные. Более того, эти травы до сих пор растут в этой местности, и местные курды ими пользуются именно как лекарственные растения. то есть неандертальцы об лекарственных свойствах знали и использовали. Кстати, обратите внимание на позу, если сапиенсы хоронили людей по-разному, в разных культурах разные захоронения встречаются, там на боку, на спине, там скрюченный, выбранный, бывает там могилы общие, там два-три и более человек лежит, то неандертальцы всегда хоронили по-одному и всегда в одной и той же позе на боку встречаются. Хоть возьмем испанские захоронения, хоть ближневосточные, хоть из Салтая, всегда неандертальцы хоронили своих покойников в одной и той же позе. И вообще, судя по всему, они были немножечко вот такие вот консерваторы. Они плохо перенимали друг у друга новые веяния какие-то, в отличие от кроманьонцев, от наших предков. А, например, мустерская культура неандертальская, она у всех неандертальцев по всему ареалу была одна и та же в целом. Но были мелкие различия, да, естественно, они возникали. Вот, причем различия могли наблюдаться между стоянками вот племен какой-то групп, которые жили рядом друг с другом, там, километров тридцати друг от друга. И, судя по тому, что эти отличия сохранялись в течение долгого времени, тысячелетия, они эти группы, хотя жили рядышком, друг у друга ничему не учились. То есть не перенимали друг у друга, вот как что-то свое освоили, так и занимались именно это, изготавливали такое вот орудие, но не такое, как соседние предыдущие. То есть культурный обмен между ними как-то очень слабо осуществлялся. Культурный обмен характерен для нашей линии, Давайте начислять. И вот перемещаемся на алтарь. только неандертальцы жили в это время на нашей грешной земле. Ну, неандертальцы, сабельцы, понятно. На Алтаре давно уже известна такая Денисовская пещера, где очень давно, десятки лет уже идут раскопки. Там многометровый пультовый слой, вот его потихонечку раз капают, причем копать очень сложно, потому что мерзлота. И слои разные, есть слои поздние слои уже сабельцев, есть слои неандертальские, и найден один слой, где такая достаточно примитивная культура у него, а танков первоначально в этом слое вообще не нашли, но когда внимательно посмотрели, то нашли сначала зуб, коренной зуб, маляк, фаланга стопы я тоже нашли, и еще нашли вот такой камешек, это маленький, маленькая фаланга, самая последняя фаланга мизинчика. Да. Как оказалось, вот в таком климате, суровом, в мечной мерзлоте, хорошо сохраняется ДНК. Без зуба, без фаланги, а чуть позже еще из фаланги стопы извлекли ДНК, оказалось, что, во-первых, фаланга мизинца принадлежит девочке, может быть, девочке подростку, вот. ДНК сохранилось настолько, что его возможно было прочесть, и оказалось, что ДНК не неандертальская, и не кроманьонская, а вообще кого-то третьего. Что за вид, как он выглядел? Совершенно непонятно. По зубу, по зубу можно только судить о том, что, да, тоже тип был мордатый, потому что зуб огромный, вот, то есть, челюсти у него были достаточно мощные, а стало быть, голову, челюстная коробка не очень такая значительная, потому что есть корреляция. Чем крупнее челюсти, тем меньше мозг. Но как он выглядел кроме этого, невозможно себе представить вот по тем небольшим находкам, которым мы владеем. То есть, вот то, что мы описали по геному, чей геном прочитан, его назвали, обладатели этого генома назвали Денисовский человек по названию пещеры. Но как вид, биологический вид, вот, палеонтологический, он не описан еще. Почему? Потому что когда описываешь вид, из правила нужно описать его морфологией, описать отличия морфологические от соседних ближайших к нему видов. А никакой морфологии мы не знаем. Описать его наружность мы не можем, поэтому он существует только в виде генома. Естественно, что в других местах находили какие-то странные остатки. Например, вот следующий слайд. Вот на острове Ява нашли целые остатки 16 гоминидов, 12 гоминидов, и их было 6 черепов разных. Черепа такие достаточно архаичные, что-то среднее между рептусом и петликантропом, не петликантропом, не петликантропом, не петликантропом. Вот. И, судя по всему, вот эти черепа могут принадлежать либо тенисовцам, либо их ближайшим каким-то родственникам. Объем черепной коробки уже такой, ну, более-менее, хотя до современного кита тягивает, до неандертальского тем более. Осталось две минуты. Давай тогда следующий слайд. Ага. Ну, здесь у нас Денисовы тоже оставили свои следы у непальцев, у жителей Новой Двинеи, у некоторых принос вот этого региона азиатского. То есть, они тоже не были совсем, короче, очень слайд, и вот, наконец, в Индонезии на острове Флорас, перевод цветочный остров, нашли странную черепу. Вот такой вот маленький. Маленький, очень архаичный, потом остатки еще нескольких таких же. Сначала думали, ну, что за маленький череп, например, думали, это, наверное, микроцефал. Микроцефалия это, когда маленький положитель человека такая может сидеть. Вот, на следующем слайде ну, да, это реконструкция от того, что получилось. Вот такая вот рожица это женщина. А вот микроцефал человек, это знаменитый американский актер, шрифт и все можете в фильме уродить и вот видеть. Да. Вот, потом поняли, нет, не микроцефала это, что с вами. Вот такая вот тетенька, которой дали имя Фло. Тетушка Фло и назвали их условно так Хорбиты. Вот. Очень мало что про них известно. Они уже пользуются орудиями. Орудия достаточно примитивные. И вот это еще одно альтернативное человечество, которое живет на островах и вымяло скорее всего лет, тысяч пятьдесят лет назад. Вот. Ну, раз время вышло, то выгодляет. Спасибо большое. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ